Приветствую вас! Ответ на ваш вопрос зависит от того, что вы сами готовы сделать, и как вы сами, опять же, видите всю эту ситуацию. Дело в том, что мама вашего парня, она будет гнуть свою линию так и дальше, она будет играть, как вы говорите, на две стороны, хотя, по большому счету, то, что я увидел из вашего описания, это определенные стереотипы поведения, это определенные страхи, это, может быть, ограниченность взглядов, это слепая вера в определенные ценности, но не более того, я не думаю, что ваша свекровь, она создает специально такую ситуацию, чтобы вы с вашим парнем, например, расстались, или чтобы вы с ним ругались и так далее. Что нужно сказать? Дело в том, что свекровь не обязана вас любить, кровь не обязана вам помогать, и вы из свекрови также не обязаны помогать и не должны ее любить. Вот если вы примете данный постулат за аксиому, если вы будете следовать ему, этому постулату, то совершенно однозначно, совершенно очевидно, вы станете немного более свободны. Что значит свобода? Видите ли, вы знакомились с парнем, любите вы парня и живете вы с парнем, а не с его мамой. И как нельзя найти по всем вопросам общего языка со своими родителями, так и уж тем более нельзя найти общего языка со родителями своего любимого человека. Это нормально. Чтобы найти общий язык, чтобы все было хорошо, вам нужно полностью стать такой, какой хочет вас увидеть свекровь. А это невозможно, если только вы не собираетесь себя ломать. И поэтому, ну и на понятие, что между вами всегда будут противоречивания. Между вами всегда будет напряжение. И это нормально. Нормально. Нормально, что вы тянете одеяло друг на друга. То есть не нужно считать свекровь каким-то врагом номер один. Не нужно думать, что свекровь действительно хочет вам чего-то плохого. Вы постарайтесь ее не задевать. Постарайтесь вежливо, обходительно, но уверенно в себе с ней общаться. И если ваш парень подвержен 22 года влиянию мамы, то такой мужчина вряд ли сделает вас счастливым. Потому что его мама все время будет в вашей жизни. И если вы не хотите, чтобы это было так, то тогда вам необходимо понять, что вы для своего парня ценны именно тем, что вы не похожи на его маму. А ваша мама пытается подогнать вас под тот образ девушки, своего ребенка, своего сына, который ей представляется самым лучшим. Но понятно, что этот образ является идеальным. И вы в этот образ никогда без ущерба себе не впишетесь. Поэтому вам нужно перестать переживать по поводу этих вещей. С мамой нужно взаимодействовать так, чтобы это вам не было во вред. Покойно относиться к ее каким-то жалобам и словам. Уверен, что мужчина воспринимает их с известной долей с невхождения. Не к маме, а к ее возрасту. И вам необходимо общаться больше с молодым человеком. Он уже выбирает вас, а не маму. Он живет с вами, проводит время тоже с вами. И это здорово. Почему вы считаете, что молодой человек подвержен влиянию своей мамы для меня отца за загадкой? Наверное, это не столько влияние его мамы на него, сколько ваши страхи. Равно как страховое соотношение закончится ничем. А чем вы хотите, чтобы они закончились? Постарайтесь ответить на этот вопрос. Если вы молодого человека любите, и если вы любите его сильно, то тогда вам нужно придерживаться одной главной идеи. Эта идея заключается в том, что каждое мгновение, каждая секунда, проведенная с ним, для вас счастье и неважно, что будет дальше. А если вы хотите, чтобы отношения закончились чем-то наиболее предпочтительным для вас, то уже речь идет о потребностях, о ваших потребностях. И, соответственно, тогда, если мы говорим о потребностях, необходимо эту потребностную сферу проработать уже с вами отдельно. Правда, человек здесь выступает лишь средством. И поскольку нельзя находиться в отношениях, испытывая нужду человека, я имею в виду, может находиться в отношениях, желая делать любимого счастливым. Это можно. А вот нуждаться в нем, в контексте чего-либо, это прямой путь зависимости от него же, и, соответственно, страха. Поэтому здесь необходимо прорабатывать вашу потребностную сферу. Тогда, если вы не сможете вот эти моменты для себя принять. Ну, и если вы не сможете эти моменты для себя принять, то даже очень важно понять, почему, что вам мешает. И, может быть, с какими-то страхами можно и нужно будет работать отдельно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо!